Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». На этой неделе мы отдыхаем дольше обычного. О том, куда сходить в Самаре на майских праздниках, я расскажу в ближайшие несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 мая музей-галерея «Заварка» приглашает мальчиков и девочек на очередное занятие в импровизированной столярной мастерской музея. В этот раз ребята попробуют себя в роли инженеров, собрав свой автомобиль. Каждый раз работы получаются совершенно разные, несмотря на то, что ребята используют стандартные заготовки. Мастера, которые работают с детьми на этих занятиях, всегда приветствуют индивидуальный взгляд и авторский подход, благодаря которым каждое изделие становится уникальным. Начало в 11.00. В воскресенье 12 мая в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Женщина Куйбышева на защите Родины в годы войны». С 1941 по 1945 из нашего края на фронт было отправлено около 6 тысяч девушек. Они спасали раненых с поля боя, управляли самолетами и танками, поддерживали связь между подразделениями, работали во вражеском тылу, искусно поражали противника из снайперских винтовок и многое-многое другое. Среди женщин Самарского края, отправившихся на фронт, было немало героинь. О судьбах некоторых из них расскажут на лекции. Вы узнаете историю тети Эльдара Рязанова, Иды Шустерман, командовавшей санитарным взводом, героя Советского Союза, летчицы Ольги Санфировой, историю женщины-танкиста Александра Рощупкиной, притворившейся мужчиной, и сын-инструктора Зинаиды Смирновой, награжденной медалью имени Флоренс Нейсингейл, самой почетной и высшей наградой для сестер милосердия во всем мире. Лекция начнется в 14.00. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. В Самарском театре камерная сцена 18 и 19 мая состоится премьера спектакля «Метель». Цикл повести Белкина – один из самых загадочных произведений автора, несмотря на всю легкость пера и увлекательность чтения. О чем же повесть «Метель» Федор Достоевский говорил, что она – о русском семействе, о поэзии обычного существования простого человека, о России, о радости бытия. Эту светлую ноту попытался сохранить театр камерная сцена в своем спектакле – и веселом, и грустном, и лукаво-ироничном. Начало спектакля – 18.00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.